О результатах деятельности по расследованию правонарушений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью, выпиской фиктивных счетов фактур по противодействию финансовым пирамидам, незаконному игорному бизнесу, обороту алкоголя, табака, рассказали сотрудники соответствующего подразделения Кустанайского департамента госдоходов. Вышеназванные преступления составляют большую часть сферы теневой экономики. Люди, которые их совершают, получают незаконные доходы. Эти субъекты никак нельзя отнести к предпринимателям. Они не платят налоги и не исполняют социальные обязательства. В настоящее время наши ведомости в лице Центрального аппарата и его территориального департамента принимают меры по защите добросовестного бизнеса и борьбе с теневиками. Кустанайская область, согласно сведениям, Бюро национальной статистики находится на втором месте в республике по потреблению алкоголя. В том числе и поэтому, по мнению сотрудников ДЭР, особую опасность представляют подпольные цеха по изготовлению контрафактной продукции, употребление которой угрожает жизни и здоровью населения. О прекращении деятельности одного из них недавно сообщалось. Тогда было изъято более 8,5 тысяч бутылок суррогатного алкоголя стоимостью в 9 миллионов тенге, свыше тысячи литров спирта, а также поддельные учетно-контрольные марки. Торговавшие безакцизными сигаретами люди наказаны судом, их товар был уничтожен. Сейчас сотрудники ведомства стараются выявить и пресечь факты ввоза в регион вейпов, ароматизаторов и жидкости для них. Кроме того, они работают над искоренением зависимости от азартных игр. Ликвидировано подпольное казино. В ходе оперативного мероприятия изъяты фишки, игральные карты и денежные средства. Установлено, что незаконное игорное заведение функционировало в здании частной сауны. Для прикрытия противоправной деятельности организаторы казино придумывали целую систему безопасности, а клиентская база состояла только из проверенных игроков. Всего, по данным сотрудников ДЭР, таких игроков в базе числилось более трех десятков человек. Каждый из них за участие в играх приносил в подпольное казино за раз как минимум 100 тысяч тенге.